Детский день рождения 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 Проводились они в основном выставки национального искусства. Но так как выставки поменялись, мы адаптировали уже, так как я уже сказала, к западноевропейскому искусству. Дети были самые разные, группы разные. Обычно мы работаем с группами до 15 человек максимум, потому что... Но всё-таки это музей. Это музей, и там есть определённые правила. Но сделали одно исключение, у нас был целый класс. У нас мама очень нас просила, так что мы сделали одно исключение. Но достаточно тяжело было с классами из 30 детей праздновать. А какого возраста? Возраста второклассники, если не ошибаюсь, были. 7-8 лет. Ну, хорошо себя являли. Было 30 детей и ещё 30 работников музея, чтобы следить? Нет, 30 работников безопасности. Два работника музея, плюс мама и плюс ещё мама и учительница пришла с ними. Так что, ну, дети были хорошие, так что они для себя хорошо. Перенимая вот эту идею за границей, да, потому что вы вначале самым рассказали о том, что эта идея, в принципе, не новая, вот когда вы её перенимали, вот вы, например, смотрели, ага, вот в Лондоне это делают так, вот в Москве это делают каким-то иным образом. Что вы для себя подчёркивали, а что вычёркивали? Понимали, это для наших детей не подходит. Ну, естественно, сначала исходим из того, что у нас в музее есть. Раз мы проводим основную часть выставки, где представлена картина, живопись, значит, важнее всего детей в первую очередь познакомить вот с фондами нашего музея. Это постоянная выставка. То есть в форме загадок, в форме, ну, самой разной, пазлы, загадки, кроссворды, наводящие вопросы, стишки, куча... Самых разнообразных, да, способов, как познакомить ребёнка. Можно преподнести информацию так, чтобы это было в то же самое время и развлекательно, но и познавательно. Ну, я думаю, что родители обязательно довольны, потому что они всегда в злопознании своих чад чему-то новому. А что касается детей, то есть они уходят оттуда с каким-то новым багажом или просто с впечатлениями о том, что... Они уходят и с новым багажом, это не значит, что они у нас не развлекаются. Ну, естественно, в первую очередь они узнают что-то новое чисто для себя. Во вторую очередь они проводят день рождения, опять же, вместе со своими друзьями, со знакомыми людьми, с родителями. То есть они и развлекаются в третьей части, в мастерской, так скажем. Они полностью расслабляются. Они бесятся. Наконец-то. Ну, такого у нас не было, конечно, чтобы они бесялись, но, во всяком случае, они уже освоены, так скажем, в музее. Они наконец-то понимают, что музей – это не только скучное место, как, может быть, было раньше такое мнение, что... Так, музей. Музей на долг. Дать музей. Они удостоверяются уже, что в музее можешь узнать что-то новое, можешь заняться самыми разными... Вот мне еще интересно будет узнать, но уже в следующем включении, вот как дети, какими дети приходят все-таки в музей? Обучают их родители или не обучают, как нужно себя в музее вести? Ну, давайте узнаем об этом. Вот в следующем включении. Короткая пауза, да, оставайтесь с нами. Заместитель директора Национального музея искусств сегодня у нас в гостях, Вероника Гальченко. И мы выяснили уже, что на протяжении почти года, да, можно отметить детский день рождения в Национальном музее искусств, если вам... Если вам от 7 до 12 лет, вернее, не вам, а вашему чаду от 7 до 12 лет. Может, и вам от 7 до 12 лет, и вы уже хотите отметить свой день рождения в Национальном музее искусств. Достаточно уже прогрессивно, поэтому могут друг другу предлагать такую услугу. Всего 450 лев, мы выяснили, стоит эта услуга. Праздновать дни рождения, это, в общем-то, два в одном, и познавательная, и развлекательная. Вероника, зачем больше приходят дети? За познаванием или за развлечением и весельем? Понимают ли они, что они пришли в музей, что это отдельное, как бы, учреждение, государственное учреждение? Ну, нам повезло, потому что... Почему повезло? Потому что 7 дней рождения праздновали, у нас были очень умные дети, очень интеллигентные. Подготовленные. Может быть, подготовленные. Может быть, так нам повезло, что они были... Они, видимо, знали, куда идут. Видимо, не первый раз они приходили в музей, но у нас не было такого, чтобы дети позволяли себе что-то... Вольности какие-то. Вольности какие-нибудь в музее. Вели себя очень хорошо, слушались. Так что проводили очень хорошо у нас время. Если говорить о вот этой вот, ну, в самом последнем этапе, да, мастерская, что там дети делают, чему они могут научиться? Они лепят, они рисуют, они, не знаю, аппликации какие-то делают. Обычно перед тем, как проводить день рождения, мы просим заранее, чтобы родители хотя бы за 2 недели предупреждали о том, что они хотят провести у нас... Это очень важный момент. За 2 недели нужно бронировать, да? День рождения, да, за 2 недели. За это время мы стараемся узнать как можно больше информации о ребенке, с которым будем проводить день рождения. Ознакомитесь с ним. Знакомимся виртуально, так скажем, через его маму или папу. То есть мама рассказывает, что он любит делать, любит рисовать или наоборот любит лепить. Интересуется ли он искусством, в первую очередь, раз он приходит в музей, чтобы ему не было... Раз он не интересуется, к примеру, информационными технологиями, то ему может быть не так интересно проводить свой день рождения в музее. Если ему интересно лепить, рисовать, это может быть аппликация, это может быть изготовление открытки в стиле лоригами, к примеру. Или, например, дети 6-7 лет, может быть, надо что-то выбрать для них попроще, чтобы они делали, чем те, которым 10-12 лет. Тем с теми уже можно что-то послушать. Горшки лепить. Ну, этого еще мы не торопимся. Ковры. Все, я думаю, что все будет. Все будет, почему бы и нет. Хотелось бы уточнить, есть специальная комната, наверняка, где дети могут потом угоститься тортом? Да, у нас детская мастерская, она достаточно большая, туда помещается около 30 детей, но раз группа маленькая, в одной части мастерской мы делаем, изготавливаем подарочек для именинников и за другой стол садимся. Что в основном дарят именинникам? Что в основном дарят в нашем музее? Дети дам в мастерской имениннику, что в основном присутствуют? Да, стараемся в первую очередь... Подлинники. Обычно делали детские открытки, будь то в стиле оригами или рисовали, обязательно какие-нибудь пожелания на этих открытках писать, для того, чтобы имениннику осталась память о непроведенном в музее. Соответственно, и музей тоже старался каждый раз чем-то порадовать именинника, подарить ему маленький сувенир. Если это был мальчик, мы дарили ему чашечку с изображением одной картины из фондов нашего музея. Если это была девочка, то дарили ей декоративную тарелочку, опять же, с изображением одной работы, хранящейся в нашем музее. Ух ты! А если говорить о времени, да, два часа длится все это мероприятие, можно ли выбрать промежуток временной, вот этот интервал? То есть с 10 до 12 или есть какое-то фиксированное время, и в это время нужно прийти? Ну, желательно, чтобы это была суббота, в середине дня, где-то, я знаю, с 11 до часу, тогда, когда дети еще не сильно уставшие, чтобы они были не голодными, для того, чтобы у них были силы ознакомиться с тем, что мы им предлагаем. И, в принципе, это самое... Нет ли идей на будущее у музея делать не дневные экскурсии, а ночные празднования, дни рождения в музее? Ночные экскурсии. Для взрослых. Есть. Ну, приглашаем в первую очередь на ночь музеев, как обычно состоится в мае, да. В середине мая всегда празднуется день музеев, ночь музеев, и тогда все взрослые приглашены к новому музею для того, чтобы увидеть, что... Ну, в мае мы еще обязательно побеседуем, а пока хотелось бы знать, вот у музея наверняка планы есть на будущий год, и какие проекты будут реализоваться, и какие проекты уже идут для всех, не только для детей. Как и в каждом году музей предлагают новые выставки, выставки и из-за рубежа, и из фондов нашего музея. Вот, например, 19 февраля у нас открывается выставка румынского молодого художника Джорджа Мерча, будет представлена живопись, это временная выставка. Также у нас планируется еще в рамках биеннале живописи, который пройдет, откроется 14 мая в этом году. В рамках этого биеннале будут открыты у нас в музее две выставки, это Ева Мязик из Польши и Лена Хвича из Литвы. Постараемся открыть также в этом году, надеемся, у нас получится выставку французского художника, но без арабского происхождения Антуана Ириса. Сейчас ведутся переговоры для того, чтобы привезти эту выставку сюда, в Кишинев. И в июне планируется выставка израильской художницы Мириам Гамбурт. Ее родители Моисей и Ежения Гамбурт родились в Кишиневе, жили тут некоторое время. И она вот привезет свои работы, и также выставим из фонда в нашем музее несколько работ ее родителей. Это, так скажем, планы на будущее. Мы от нашей программы тогда не успели поздравить Национальный музей искусства с 75-летием. У вас же в ноябре 75 лет было, да? Как вы отметили, кстати? Отметили в рабочем режиме. В режиме. Так что отпраздновали так, чтобы представить, как можно больше... Свой день рождения. Свой день рождения, да. Не детский уже, 75 лет. Ну что ж, мы благодарим вас за интересную беседу. Родителям просим взять на заметку интересный проект Национального художественного музея. Двигаемся далее, далее. Да, и еще раз я напомню, что у нас сегодня в гостях была заместитель директора Национального музея искусства Вероника Гаченко. Спасибо вам огромное. Далее у нас репортаж Сергея Сыручан, после которого мы снова встретимся в этой студии.